Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмак 2, Убийца Королей. В прошлой серии мы, можно сказать, полностью подготовились к участию в призрачной битве. Да чё тут срабатывает-то, япона мать! Сохранились и приготовились к битве. У нас броня Зелькерка, между прочим, довольно нихера себе броня. И после призрачной битвы мы получим одну из лучших, в принципе, бронек. Или лучшую броньку. Лучших я не видел. Ладно, погнали. Девушки отдыхают Тепло. Хорошая осень. Антоновка подоспела. Эх, не нам её срывать. Сейчас будете вражьи головы срывать. Ну чё мы ждём? Айда резать каедвенских суд! Ещё не время. Иногда я и не помню, за что мы сражаемся. Могучие короли без войн никак обойтись не могут. Так пускай бы Димовенки с Херцельтом на твёрдой земле сошлись. И решили бы всё, что нужно. Мой Шурин родом из Кридвена. Нормальный мужик. Я там бывал как-то на ярмарке. Товар мне продали хороший, да и подешевле, чем у нас. Заткините глотки, мать вашу! Каедвенцы, животные! Знаете, что они сделают с нашими бабами, если мы дрогнем? Они пришли сюда грабить и сжечь нашу землю. Так что вы, сами её отдадим! Вперёд, сучья семя! Нет, дай сигнала. Хватит медлить! Молчать! Лучники! Стрелы поджигай! Цель с первый волн! Вперёд! Хватай вражье знамя! Ну погнали! Знамя захватили! Они перестреляют нас, как уток! Надо предупредить штаб! Это засада! Без подкрепления мы не справимся! Я должен их предупредить? Нет! Книжна Досифилис! Давай живо, пока нас не перебили всех до единого! Я не дойду. Это мой первый бой. Я первый раз убил человека. У меня руки в крови. Прячься! Стрелы! 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 Блин! Стрелы! Прекратить обстрел! Это наши! Господин генерал, бурая хорубь попала в засаду. Мы не прорвемся. Кажется, твои разведчики осматривали поле битвы, капитан. Так точно. Должно быть, они выкопали рвы ночью. Днем поле было чистое. Ночью госпожа Глевисик вела наблюдение при помощи магии. Каждому разведчику десять ударов. Каждого третьего полезет. Генерал, нам нужна подмога. Не будет подмоги! Магии, разбирайтесь сами. А ты, Глевисик, с тобой я рассчитаюсь после боя. Король узнает о твоих делах. Сражения выигрывают или проигрывают? Полководцы, не чародей. Учти, я тоже подам рапорт и... Разговор окончен, ведьма. Пора побеждать! Господа офицеры, отправляйтесь к своим частям. Ни хера, у него меч. Мы идем вдоль! Может, ты и окончил разговор, но я еще нет. Сабрина? Что ж я слышу? Надо вести век. Что? Чем тебе помочь, Сабрина? Мое положение при дворе Хенсельта под угрозой. Кроме того, если Вандергрифт выиграет битву, ничто не помешает Хенсельту захватить верхний Эддирн. Равновесие сил на севере будет нарушено. Что ты собираешься делать? Я обрушу огонь Мелгора на поле боя, убью Вандергрифта и ослаблю обе стороны. Применение неконвенционного оружия наказуем? Я понимаю. Гегемония Хенсельта помешает планам ложи. Мы поможем тебе, но помни, в случае неудачи ты можешь надеяться только на себя. Да. Да, блядь. У этих свои интриги. Это все, на что вы способны? Быстро же вы дохнете. Кто из кейдвенцев выйдет против Сельдкерга из Гулетты? Кто из кейдвенцев выйдет против Сельдкерга? Кто из кейдвенцев, Да, Зельдкерк двигается по сравнению с Ведьмаком очень вяло. Очень вяло просто. Ну ладно, чё. Нас ждёт бой куда серьёзнее. Домопробитель. Я всегда хотел с ним встретиться. Отступись, дух. Я не упущу возможности вызвать Вандергрифта на поединок. Он тебя убьёт. Зельдкерк не боится смерти. Потому что ты уже умер. Если ты погибнешь, твои солдаты будут умирать каждый день. Без конца. Отойди, это работа не для рыцаря, а для Ведьмака. Я делаю это ради моих людей. Поехали. Твою мать. Ты меня подвёл. Кто ты? Ну я понял, кто ты такой, короче. Вот халер. А как тебя бить-то? Ой. Чё, совсем идиоты, что ли? Чё, совсем идиоты, что ли? Твою мать. А как мне с тобой драться, ты придурок? Лучники! 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 Чё с тобой делать-то, придурок? Лучники! Какой там блок? ЗАРАЗА! ЛУЧНИКИ! Чё с тобой делать, придурок? ЗАРАЗА! ЛУЧНИКИ! Твою мать! ЗАРАЗА! 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 Ой иди ка ты в жуку! ох твою мать ух ты пляж ё-моё ё-моё блин он меня убьет какие у меня шансы есть ласточку мне сейчас не выпить чайку мне сейчас не выпить полечиться мне в бою нельзя заковырять его просто так ты чё дебил что ли успокойся ты уже ну нет ах садил прямо в душу все это мне хана лучшим да блять лучшим опять Нет. Ну всё, это хана. Ну да. Надо было его дамажить, конечно. Сложный, сложный противник. Мать его так, довольно сложный. Ну да ладно. Должно быть хоть какое-то автосохранение, блин. Потому что проходить все эти воспоминания с одного раза, это иллюморойно. Так. Какая тактика? Требушет. Это печально. Требушет попадает. Но, когда он стреляет, либо требушетом, ну даёт приказ либо на требушет, либо на лучников, стоит от него держаться подальше. Ну вот. Так. А... Твою мать. Блин. Короче, просто тупо банально бери, не бей. Пятые маги, обидно умирать после такой победы. Боги, что против жар поделаешь? Это чародейский кран, нечистый огонь, горе там. Зачем они это делаю? Отгласит пророчество. Перейдет час, когда чародейки обратятся против людей, а огненные шары падут с небес и свершит вся гибель. Дело то что? Смерти ждать? Я выведу вас, как пастырь выводит стадо в безопасное место из мрака отчаяния. И каким образом? Ага, я понял. Хорошо, погнали. Хорошо, погнали. Прекратите это! Наши люди гибнут! Это убийство! Спаси нас, государь! Сабрина, это твоих рук дело? Велите трубить атаку, ваше величество. Войска Айдирна бегут. Не только Айдирна. Посмотри на этих безумцев. Еще утром они были цветом моего рыцарства. Если им дать подкрепление, они справятся. Кто позволил тебе использовать чары? Государь, если вы ударите сейчас, верхний Айдирн будет вашим. Ты запятнала мою честь и обрекла на смерть десятки рыцарей. Государь, битва была проиграна. Ты опозорила меня перед Димовендом. Его бойцы сражались до конца, как подобает людям чести. Я приговариваю тебя к смерти, Сабрина Глевисик. Ты будешь сожжена на костре. Я еще вернусь сюда и возьму свое. И тут ты был проклят, Хэнсель. Именно ты был проклят, потому что сжег Сабрину Глевисик. Интересно. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Что у тебя с глазами, Беральт? О, ты очнулся. Конечно, я очнулся. Я умер или у меня галлюцинации? На том свете мы бы не повстречались. Я не помню, как вернулся в себя. Ты не возвращался. Не забывай, что у чародеек свои секреты. В таком случае благодарю за помощь. Ты слишком ценный, чтобы я позволила тебе умереть. Ты совершил невозможное. Я не знаю никого, кто справился бы с таким проклятием. Ну, теперь знаешь. Жду не дождусь, когда люди по деревням начнут слагать легенды о моих подвигах. А теперь рассказывай, что произошло. Я не помню. Ни как я оттуда выбрался, ни что там было, ничего. Путешествие сквозь такое концентрированное магическое поле проясняет разум. Седрик был прав. Сила призрачной битвы возвращает память. И что ты вспомнил? Лето. Убийца Фольтеста. Я спас его, а он помог мне догнать дикую охоту. Не знаю только, сумели ли мы спасти Йеннифер. Ты узнал что-нибудь еще о дикой охоте? Когда я убил короля охоты, я убил призрака. Он умирал, как призрак. В моих воспоминаниях я сражаюсь со всадниками охоты. И из ран у них льется кровь, они кричат от боли. Это значит, что ты еще не все вспомнил. Ну да. Я вспомню. Ты снял проклятие? Но сейчас не время отдыхать. Армия Хенсельта может ударить в любой момент. Что с Саскией? Как себя чувствует Саския? Она полностью пришла в себя и ждет не дождется расправа над Хенсельтом. Саския лично возглавит оборону Вергена. Здесь она в своей стихии. Не совсем. Обороной она прежде не командовала. Ты недооцениваешь Саскию. Кроме того, не забывай, ей помогает знаменитый ведьмак. И я. Сняв проклятие, я поставил под удар Эйдирн и помог Хенсельту. Но у меня не было выхода. Иногда, чтобы спасти человека, приходится ампутировать ему ногу. Пора закончить эту войну. Давно пора. Золтан и Ярпен собирают войска. Они ждут тебя. Понял. Значит, мы будем сражаться. Так, мне нужен... Облачитесь в доспех праведников. Нет, мне нужен кузнец. Кажись, гаэдвенцы двинулись. Раз, два, раз, два. Будет жарко, говорю вам. Супротив. В любую минуту Хенсельтовы стервятники навалятся. Ну да, хрен, я тут сейчас кузнеца, конечно, найду. Золтан, возьмешь на себя главные ворота. Я займусь стеной. Я тут устрою такую оборону, что у Хенсельта хрен... Мы все прекрасно понимаем, что у Хенсельта там отвалятся. Ладно, 33, 37, 30, 33... У меня нет ни одного камня, блин. Твою мать. Ладно. Золтан. Саски. Золтан. Ну, Золтан, вижу генерал из тебя хоть куда. Да. А почему не маршал? Рвать его мать! В Саски уперлась. Или я командую, или Ярпен. Вытянули жребий и выпало мне. Хорошо, что ты прочухался. Хенсельт вот-вот пожалует. Ты бы огорчился, если б я все пропустил? Я б едите страдался! Понятно. Вы готовы? Как подготовка к приему гостей? Ну, за это не беспокойся! Угостим каждого! Нам эти гости сдались, как чиви на жопе! Примем их по-королевски! Красноледы рвутся в бой! Ты просто делай свое дело! И хридвенские бошки будут порхать, как бабочки! Понял. Эдвенцы идут! Что они там? Из воздуха появляются? Пора подлить им маслица. У котлов по бокам запоры. Надо их открыть. Я беру те, что слева, а ты те, что справа. Понял. Ни хера себе. Ни хера себе. Ох. 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 Быстрее! Если не сольем их маслом, они нас задавят своими предвертскими руками! Давай же! Вместе мы будем. Хорошо. Волющее масло отключено. А теперь будет им дождь. Они уж точно не загаркнули. Че скажешь золотом? Нихера себе! Дедмальд! Тут нас перебьют всех до единого! Отступление! Да. Анкадарант! Закрыть ворота! Так точно! Харе в жопе ковырять! Бегом на стены! Веди, мой вождь! Вперед! Держать строй! Покажите им, чего стоят солдаты Айдирна! Верхний Айдирн! Саскья! Айдирн! Еще петушки, давайте! Хе-хе-хе! Продолжение следует... 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 Да блин! Ну чё? Вроде победа. Только яйца меньше! Ладно. Нахера? В последнее время я слышу это всё чаще. Ну может ты незаменим. Так вот, под городом проходят туннели, которые соединяют крепость с краснолюдскими шахтами. Кто про них знает? Почти никто, но я решила подстраховаться. Отправила туда на всякий случай разведку. И до сих пор никто не вернулся. Понятно, херово это. Если Хенсельт нашёл эти проходы, мы у него в руках. Мягонько же ты, мать его, за ногу выражился! Если они ударят с двух сторон, крепость мы не удержим. Сейчас самое время поглядеть, в чём там дело. Люди Хенсельта зализывают раны, как побитые собаки. Чтобы перегруппировать людей и подготовиться к следующему штурму, им нужно около часа. Не будем медлить, я иду с тобой. Лучше выдели мне какой-нибудь отряд порасторопнее. Я не буду отзывать людей со стен. Наша диспозиция вполне себе оправдывает. Если они не ударят со стороны шахты, осаду мы выдержим. Ты здесь командуешь. Веди. Ты меня всё больше удивляешь. Я слышала, что ведьмаки не вмешиваются в политику. Политика меня не интересует. И всё-таки ты встал на нашу сторону. Это вся их армия! Я встал на сторону Золтана, Ярпина. А если бы они сражались под знаменем Каэдвена, ты присоединился бы к ним? Ни один краснолюд не будет драться за Хенцита. Теперь поведу я. Саске, держись за мной. Ведьмак ещё и рыцарь? Какой сюрприз. Мир перевернулся с ног на голову? Продолжение следует... Да они вообще такие не очень. Блядь. 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 Угу. Я б так не был уверен. Ай-яй-яй. Смешно, смешно, смешно. Да бля, я сок пью, ты скотина. Ладно. Блин. Что за хрень? Тихо! Дева изоидир на дракон? Я знал, что женщины переменчивы, но настолько... Теперь ты знаешь мою самую большую тайну. У меня не было выхода. Тебя бы убили. Блин. Кто ещё знает о тебе? Детмальд. Я спрашиваю о союзниках. Йорвид? Йорвид придумал целую историю про убийцу дракона. Он считает, что Айдирну необходим кто-то вроде меня. А кому-то вроде меня нужна легенда. И он прав. Ясно. Теперь я понимаю, почему ты выжила после такого отравления. О, да. Филиппа – великая чародейка. Будь ты человеком, даже она не спасла бы тебя. Ты ведьмак. Ты много о нас знаешь. Только золотые драконы обладают способностью обращаться. Мой отец был рыцарем с ясным взором. Жизнь он воспринимал как приключение. Он любил людей и старался их понять. Благодаря ему я верю, что все люди равны и свободу нельзя купить. Мой отец говорил, что в мире существует хаос и порядок. Хаос – это агрессия, а порядок – защита от неё. Что с ним случилось? Он научил меня жить среди людей и отправился дальше. Так поступают драконы. Ясно. Во время осады замка Лавалетов появился дракон. Я помогала Ариану Лавалетту. Почему? Он восстал против тирании и того уродства, которое она порождает. Я очень хорошо его понимала. Такой союзник Вергену бы не помешал. Ладно. Если бы дракон помог защитникам Вергена, у Хенсельта не было бы шансов. Я думала об этом. Но что случится с верхним Айдирном потом, когда рассеется пыль на поле битвы? Сложно сказать. Ты отлично знаешь, как люди относятся к оборотням. Но если Верген падёт, твои идеалы будут растоптаны. Может тебе стоит пожертвовать собой? Допустим, я открою свою природу. И кто станет во главе Верхнего Айдирна? Ты видишь кого-то на моём месте? При тебе пробиться трудно. Краснолюды найдут своего кандидата, эльфы своего. А люди начнут искать короля. Поэтому я прошу тебя сохранить всё, что ты видел в тайне. С Хенсельтом придётся справиться без дракона. И мы справимся. В том числе и с твоей помощью. Я никогда не забуду того, что ты делаешь для Айдирна. По каким бы причинам ты это не делал. Пойдём. Защитники ждут тебя. Да... Это, конечно... Это, конечно, пиздец. Неожиданный поворот. Не сейчас, Ведьмак. Ну да ладно. А, нет, мне же в другую сторону. Или нет? Окей, или да. Это всё правильно, наверное. Так, дорогие друзья, давайте-ка, пожалуй, на этом я завершу сегодняшнюю серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. Ведьмак Геральт и Дракон Саския. Всем пока, до новых видео.